Я пойду. К врачу? Мне пойти с тобой? Нет, спасибо. Я там встречаюсь с Ильясом. Ясно. Удачи тебе. До свидания. Мама, ну почему ты так относишься к несчастной девушке? Ты, как свекровь, в первую очередь должна была пойти с ней. Она ведь беременна. Она ждет твоего внука. Никому не понять, в каком я состоянии. Посмотри, что с нами случилось за последний месяц. Ты не видишь, с какой семьей мы породнились? Они силой навязали нам свою дочку. Захомутали молодого парня. Привязали детьми, семьей. А тут еще тот тип пристает к Айче, дает ей деньги. Семье неизвестно, кто кого порезал. Так мало того, это спелость с моей дочкой. Проворачивает делишки за моей спиной. Со мной? Мамочка, что ты такое говоришь? С твоей сестрой, Нермин. Какие оси Е могут быть с Нермин дела? Твоя сестра виделась с ней. Приехала повидаться. Что? Привет. Здравствуй. Вы попросили встретиться в час? Да, Хелин обещала позвонить адвокату. Принесите нам чаю, пожалуйста. Не заказывай чаю, Мир. Решим проблему и сразу пойдем. Сначала дождемся. Я налила тебе чаю. Пей. Благодарю. Посиди со мной. Мы жили в Стамбуле. Я работал агрономом. Моя жена. Когда ей пришло время рожать, захотела поехать к маме. Мы были очень молоды, неопытны. Мы подумали, что первое время малышу будет гораздо лучше с бабушками и тетушками. Летом в селе гуляешь вдоволь. И осенью. Решили, когда малыш немного подрастет, мы вернемся домой. Я приезжал к ним каждые выходные. А в августе взял отпуск. Летом там я вдоволь наслаждался отцовством. Я брал сына, и мы целыми днями гуляли по горам. Он тоже очень любил гулять со мной. И вот однажды ночью случилось землетрясение. Жена через два дня после того, как сына достали из-под обломков, покончила с собой. Я тоже потихоньку чахнул. Очнулся через пару месяцев в больнице. Я не знаю, как меня туда доставили, кто меня нашел, что они сделали. Был без сознания. А потом я уехал оттуда, в Стамбул. Продал все, что у меня было. И просто начал скитаться. Меня занесло сюда. Я увидел эти края, эти горы. Впервые после стольких месяцев я немного ожил. Эти края такие же, о которых поется в этой колыбельной песне. Высокие горы, гиацинтовые сады. Значит, они пожелали, чтобы ты остался здесь. Ладно, вставай. Отвезешь меня в город. У тебя много дел на рынке. Не сиди здесь сегодня один. Если заскучаешь, загрустишь, не поднимайся наверх, а приходи ко мне ужинать. Не думал, что смогу еще раз взглянуть на них. Если бы не посмотрел, их облик постепенно бы стерся из памяти. Хорошо, что ты достал ее. Спасибо тебе. Спасибо. Умир, где они пропадают? Уже почти два часа. Но если у адвоката возникли дела, то что поделать? Значит, они придут в два. Это дело на две минуты. Мы быстро закончим. Я позвоню ей. Если она еще задержится, я не стану ждать. Я уйду. Сегодня первый визит к врачу. Сосие никого нет. Слушаю. Хелин, где вы? Ильяс, я не смогла позвонить, прости. Идиот-адвокат принес договор без поправок. Мы сейчас на фабрике в юридическом отделе. Правим договор. Но мы записаны к врачу. Мне нужно идти. Я знаю. Я пытаюсь сделать все возможное. Может, мы приедем к вам? Нет, нет. Мы уже выходим. Почти что закончили. Адвокат доберется на корабле. Мы будем там через 15 минут. Подожди. Мы вот-вот примчимся. Едут. Время еще есть. Надеюсь, успеем. Успеем, успеем. В больнице неподалеку. За 5 минут добежишь. Думайте. Госпожа Асия, если хотите, проходите. Доктор освободился. Должен прийти мой муж. У нас есть еще 15 минут. Мы можем подождать. Он обязательно придет. Не беда. Конечно, подождем. Я предупрежу доктора. Хорошо, спасибо. КОНЕЦ КОНЕЦ Филин. То 10 минут, подожди, то 15. А прошел уже час. Я ухожу. До приема осталось 15 минут. Ильяс, не кричи на меня. Это бюрократические проволочки. Что я могу поделать? Нам попался самый неспешный человек в мире. Никак не можем составить договор. Ладно, жди. Мы сейчас приедем. Я ухожу. Я действительно не могу ждать. К тому же мы так не договаривались. Мы хотели оформить дело Наумера. Зачем ты меня задерживаешь? Я делаю вложение в тебя. Я не знаю никакого Аумера. Или мы подпишем договор с тобой, или ни с кем. Что за наезды? Я опаздываю. Я пошел. Ильяс! 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 Вы готовы, госпожа Асия? Сейчас приду. Ответь мне, Ильяс. Ответь. Ильяс, послушай. Я не могу доверить малознакомым парням бизнес. Я тоже должна отчитываться перед советом директоров. Если меня спросят, я поручусь за тебя, но за них не могу. Договор готов. Ты должен сам подписать соглашение. Иначе ничего не выйдет. Ладно, покажи, где нужно подписать. Идем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Смотри, вот твой малыш Вот тот силуэт Да, это он Какой крошечный Он еще сильно вырастет Вас ждет долгий путь Смотри, а вот сердце Уже начало биться Невероятно А это что? Что-то не так? Хочешь узнать полребенка? А уже видно? Обычно на таком раннем сроке не определить Но тебе повезло Смотри Я выиграла спор Мальчик Но он бросил меня здесь одну Если бы пришел, сам увидел Но его нет Спасибо Спасибо Что случилось? Почему ты плачешь? С кем-то что-то произошло? Твой ребенок Это же прекрасно Почему ты плачешь? Это мальчик А ты хотела девочку? Мне не важно Будет старшим братом для следующих Что плохого? Хорошо, что первый ребенок мальчик А где твой муж? Где твоя семья? Ты в одиночестве узнала эти новости Ну ладно, не расстраивайся Такое иногда бывает Я принесу тебе воды Платок Куплю что-нибудь А ты посиди здесь, ладно? Ты в порядке? Не плачь Иначе сынок тоже будет плакать Он все чувствует Своди тебя умыться Пошли Субтитры сделал DimaTorzok Айча? Айча? Что случилось? Мелек не отдает машину Люди как стервятники Если оступился Они тут же нападают Нет, нет Это ей с рук не сойдет Это молчание не к добру Они, наверное, позвонили моему отцу Хотят выпроводить меня Мне нужно срочно найти деньги И поскорее сбежать отсюда Поскорее Никто не сможет силу и увезти тебя отсюда Если твой отец приедет Скажи, что не поедешь Вот и все Скажу, конечно А он раскроит мне череп И увезет Особенно после случившегося Моя жизнь сломана Кончена Проклятье Это я не могу Pero я хотелék Это не имит Распред Promente Насяжем Под Начнем Похот Доброе Насяжем Здравствуй, сынок. Привет, мама. Как, Осман? В порядке, поправляется, мама. Все нормально, папа, все спокойно. Послушай, вы что-то скрываете. И пек очень странная. Сынок, расскажи мне, как могло случиться, что Осман ранил себя ножом? Пойдем, мама. Пойдем. Давай с тобой зайдем в дом и поговорим. Пошли. Что? Что? Какой ужас. Какой кошмар. Неужели мы дожили до этих дней? Да что же это такое творится? А-а-а! 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 Простите. Простите. Слушаю. Я ищу Ассии Авджи. Я ее муж. Мы были записаны на прием. Сейчас посмотрю. Прием в три. Госпожа Ассия говорила, что вы должны прийти, но она давно ушла. Вы опоздали. Спасибо. Ассия, что ты здесь делаешь? Приехали. Разве это не мой дом? Я не могу приходить, когда захочу. Можешь, конечно. Но мама прилегла, а я еду в участок. Дома только папа. Ну и ладно, посижу с папой. Хорошо, хорошо, посиди. Но только не буди маму, ясно? Она только что легла. Она ужасно расстроилась из-за зятя. Ты в курсе? Бедняжка не спала всю ночь. Я дал ей лекарства, она заснула. Я поняла. Не буду будить. Поезжай. Удачи на работе. Да, спасибо. Не буди ее. Да поняла я. Здравствуй, папочка. Добро пожаловать, дочка. Как дела? Естественно, тебя измотали все эти события. Не беда. Все наладилось, к счастью. Усман поправляется, они помирились. Только мама очень огорчена. Она только что легла. Ты не буди ее. Сходи к Салихе, а потом снова заглянешь к нам. Ладно? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok